Добрый вечер! Добрый вечер, Латвия! Мы продолжаем нашу программу, теперь вот, значит, в студии, кроме нас, к нам присоединился Иван Затевахин. Иван, привет, Алекс. Привет, дорогие. Проробки, пробки. Ужас. Чёртовы пробки. С твоего позволения, вот эти ребята из Обнинской на Рафаминской, называется «Стройки на стенах», они... Обнинск мой любимый город. Да, да. Апрелевка там рядом, где-то. Да, да, да. Слушайте, а где-то по этой трассе... Привет, Обнинск. По этой трассе, кстати, где-то был питомник Мосфильма. Ну, может быть. В петушке, что в петушке? Я знаю, что питомник Мосфильма был. Питоны. Питомник. Там собак развозили, какие-то лося, олени. Вот то, что Мосфильм снимал в старые добрые времена... В петушках. В петушках разве? Да. По какой дороге петушки, я не помню. Понятно. Ничего такого вы не знаете, ребят, короведы? Владимир. Да, вот. Напомню тем, кто к нам присоединился, это вот такие ребята. Владимир, который здесь читал в «Чёрной маске» стихотворение Есенина. Иван, Дарья. Дарья, бэк-вокал, вы её слышите. Виталий и ещё один Владимир на ударных. И можно посмотреть silver.ru. Ну что, давайте тогда завершим ваше выступление. Это, насколько я помнил, кто у нас будет? Это будет Есенин. Мир таинственный. Да? Вы не против, Иван? Нет. Ребята, почитают нам стихи. Есенин, он собак любил. Перешли на «вы» опять. Да, да. Для тех, кто ждал нас в 8 часов, вот вам, пожалуйста, мы. Мир таинственный, мир мой древний, Ты, как ветер, за дикой присел. Вот сдавили за шею деревню каменные руки шоссе. Так испуганно в снежную выбель заметалась звенящая жутка. Здравствуй ты, моя чёрная гибель, я навстречу тебе выхожу. Город, город, ты в схватке жестокой окрестил нас, как падаль и мразь. Стынет поле в тоске волооком, телеграфными столбами доверяется. Столбами доверяется. Желест мускулы дьявольской выи, и легкая чугунная гать. Ну да что же, ведь нам не впервые расшатываться и пропадать. Пусть для сердца текучая колка — это песня звериных прав. Так охотники травят волка, зажимая в тиски об лап. Зверь припал, и из пасмурных недр кто-то спустит сейчас курки. Вдруг прыжок из многого недруга, раздираясь на части клыки. О, привет тебе, зверь мой любимый! Ты не даром даешься на жук. Как и ты, я отсюда гонимый, Средь железных врагов прохожу. Как и ты, я всегда на готове, И хоть слышу победный рожок, Но отпробует в радостной крови Мой последний смертельный прыжок. И пускай я на рыхлую выбель Упаду из дороги в снегу, Все же песню от мщения с загибель Пропоют мне на том берегу. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо, это был музыкальный проект Под названием «Стройки на стенах». Да, больше о нашем проекте Можно узнать на нашем сайте Стройкинастенах.рф Очень просто. Заходите. Хорошо, договорились. Спасибо, удачи вам. Хорошего творческого нового 2016 года. Он говорит, президент страны, Будет непростым, Поэтому, а у нас стихи примерно такие, Поэтому я думаю, что с вашим творчеством Все будет в порядке. Спасибо. Большая, большая базис. Спасибо большое. Хорошо, давайте еще раз поаплодируем. Вот, ну и мы с Марией и с Иваном остаемся. Да. Ну вот сейчас молодой человек, джентльмен, Владимир пел от имени животного, Зверя. Ну, то есть клыки там, в чале я... Ну, скажем, это был внутренний зверь, но... Песню Высоцкого вспоминается. В обнимочку с обшарпанной гармошкой Меня ведь пригласили за нее. Все, значит, речь пойдет о животных. Я так понимаю, они с меня пригласили. Авторы ведущей программы диалоги о животных Видели по телевизору неоднократно. Многолетний редактор журнала «Вдруг» и «Мой друг собака». А, кстати, первый журнал, ну, второй журнал, понятно, «Мой друг собака» о собаках. А первый-то друг о ком? Ну, то же самое о собаках, конечно. А в чем разница между журналом «Друг» и «Мой друг собака»? Ну, это он один из другого эволюционировал просто. Чисто путем деления так все произошло, да? Из журнала «Друг» образовался журнал «Мой друг собака». А вдруг там он своей дорогой пошел. Понятно. Вот люди очень часто... И все про собак. Да, да. Это я для тех, кто, может быть, не понял. Да нет, я думаю, Иван, тебя знают наши слушатели прекрасно. И я думаю, что как только мы с Марией сейчас попросим их звонить, рассказывать и говорить... Иван, вас даже знают на финско-российской границе. Это кого-то задержали там? Уже радуются и передают привет. Да, спасибо. У меня есть одна идея для слушателей, чтобы они звонили и говорили от имени своих собак. Потому что мы же очень часто озвучиваем собаку. Ну вот у нас есть собака. Что ты хочешь? И муж и жена разговаривают друг другу через собаку. Иди принеси это, может, дай мне еще поесть. Ну вот как-то так, меняешь голос, еще что-то. Ну что ты смотришь на меня, дорогой? Вкусняшку хочу. Вот как-то так. Что ты хочешь, маленький? Иди сюда. Мы сейчас сформулируем это для слушателей, но мой первый вопрос был про Мурен. Я вас, давеча Иван, вспоминал на Мальдивах. Занесло меня нелегкая судьба. Вы, Алекс, только вдумайтесь. Иван, Алекс поехал на Мальдивы, и о чем он вспомнил об Иване? А я расскажу как. Второй раз я тебя вспомнил сейчас на Савеловском рынке, куда зашел в вьетнамский ресторан, и где отведал ухи из Мурены. Как попала Мурена на Савеловский рынок, боюсь даже представить, но на минае ее я вспомнил мальдивские приключения, когда два морских биолога, Лиза и Джейн, инструктировали меня, когда ты будешь плавать, увидишь черепах, радуешься, еще что-то. Я говорю, а вот опасная рыба. Они говорят, ну Мурена, если на нее не нападать, она тебя не тронет. Ну то есть просто спокойно плыви и все. Хорошо, и вот я плыву. И действительно Мурена. И вот ты один в лавках, и вот такая длинная, она прям огромный экземпляр. И она проплывает вот так лентой под тобой, и вдруг раз останавливается, разворачивается, и на тебя смотрит, а ты в маске. И я помню слова девчонок, этих биологов, ну лучше как... И тут мысль, которую я потом, когда вышел на берег, я думаю, надо Ивана Задивахина спросить как-нибудь. Мысль. А вот интересно, вот рыбы сходят с ума? Ну вот, есть же вот собаки, вот бешенство, там бешенство животное. А у рыб есть бешенство? Вот так, ну сумасшедшие. Человек вот сходит с ума, а рыбы сходят с ума? Вот если им разрушить латеральный гипоталамус, путем... А где находится у рыбы этот гипоталамус? Где-то вот в голове, в черепе, естественно, то она начинает двигаться там хаотично, эта рыбка, и можно сказать, что она сошла с ума, но что самое интересное, она тут же становится, если это стайная рыба, она тут же становится как бы модератором действий всех остальных рыб в стае. И все начинают пытаться повторять за ней эти движения, вот, и косяк вместо организации какой-то стройной, да, ну ты знаешь, вот в косяк вплываешь, ну такой маневр F-образный совершает, оплывает, клубиться как-то, это все происходит потому, что каждая рыбка является для... лидером для всех остальных, да, то есть они все равны, и самое главное им держать определенные расстояния между ними, и вот когда... Как китайская армия, что ли? Да, типа с разрушенным мозгом попадает, она вдруг становится у них лидером, вот, помнишь, как у Высоцкого, настоящих буйных мало, вот и нету вожака, вот тут... Подождите, а косяк не понимает, что вожак-то чуток под... Нет, косяк ничего не понимает, рыба вообще мало что понимает, ну, на самом деле, немного она понимает, вот, но тут вот удивительно, рядом, когда вот начинается... Самая сумасшедшая рыбка с разрушенным мозгом, она становится лидером. Всегда хочется проецировать на людей. Да, я понимаю, что ты хочешь сказать, вывод, выводы делайте сами. Мы управляемся рыбками, что же здесь... Сумасшедшая рыба управляет... Гупик управляет... Гупик управляет обществом. Ну, я бы не стал такое равнять. А к чему это приводит? Мы сложнее организовываем. Ну, они в какой-то момент вычисляют, что за день всех... Ты же понимаешь, это в эксперименте все проведут, но заканчивается все тем, что ученые трудолюбиво все это записывают, снимают, делают доклад, рыбка несчастная, она умирает там своей смертью, и все, порядок восстанавливается в этом косяке, где все равны. Просто интересно было бы довести, это социальный эксперимент сделать до конца. Ну, вот я бы не стал делать аналогии. Насколько далеко может зайти косяк? Косяк, да, вот за психованным вожаком. Ну, не, ну, если таковой будет где-то там, то, конечно, шансы на выживание, в дикой природе, да, шансы на выживание у такого косяка не минимальны, конечно. Это печально, что косяк ничего не понимает? Ну, такова его природа. Все, все подсчитано, измерено было, зачем это делалось, да? Казалось, вот расстояние между рыбками, оно вот самое главное. Поэтому любое изменение, они стремятся все время держать определенную дистанцию. Поэтому вот эти все сложные фигуры, это не только рыбки, птички, вот. То есть, когда вот летит или плывет коллектив, и вдруг моментально поворачивается, красиво так перестраивается. Ну, что получается? Вот представь себе, вот они облако, да, таким облаком эти рыбы плывут облаком, и надвигается на них какая-то цель, да, вот первая от облака, вернее, первая от цели рыбка, она в этом облаке, крайняя самая, она и вторая, и третья, она делает какой-то маневр, да, все остальные держат дистанцию, они, может, и не видят, что там произошло, где-то далеко-далеко, но они делают, сохраняют дистанцию. И получается, естественным образом, что косяк обходит тогда, плывает таким же облаком, эту самую цель, которая на них нападает, понимаешь? То есть, как эффект домино, одно вызывает другое, дистанция между рыбками, все, больше ничего. А когда сумасшедшие появляются, оно начинает хаотично плавать, и все, весь порядок нарушается, все сидят. И то же самое у птиц, да? Ну, вот, когда птицы вот так вот клубятся, да, это в общий закон. Это еще, знаешь, много-много лет назад, по-моему, будучи студентом, или только молодым ученым, такой у меня есть друг, Василий Сакович Горобовский, делал доклад, очень сложное название было, теория диссипативных структур, вот, он посчитал математически, как это все делать. Потом, его первые работы, они нашли подтверждение за границей, я всегда вот пытал его, что ж ты, Василий Сакович, не это самое, не публиковался там-то. Вот, а в те времена только на русском, может, был. Вот, водичка. Спасибо. А если говорить про вины? знаете, ну, она на серебре настаивает у нас, Любовь Филипповна, да. Серьезно? Серьезно, она медали старые там, за здоровье. Серебряные калоши у нас остались, и воду на серебре. Все калоши, все калоши там, понятно. Я скажу даже больше, мы ее сегодня заряжали, начиная с 12 дня перед телевизором. Вот так вот? Да. А если взять более сложное организованное общество, допустим, Львиный Прайд, там тоже такая история? Или все-таки все? Нет, нет, нет. Львиный Прайд, это Львиный Прайд. Если говорить там про охоту, это вообще разделение ролей у них происходит. И какая-то львица лучше там лежит в засаде, какая-то лучше выслеживает. Вот. Лев везде, в любом Прайде, он такая есть дурацкая почему-то история, когда все говорят, вот Лев он ленивый и не охотится. Ну, чушь собачья. Лев большую часть своей жизни вообще без Прайда проживает, слоняется в поисках лучшей доли того же самого Прайда, который он, может быть, там овладеет когда-нибудь, прогонит хозяина. Или так и слоняется. Всю-всю жизнь, значит, если не повезет. И как-то питаться-то ему надо, поэтому Лев охотится, да? Но вот в Прайде Лев выполняет функцию такого тяжелого вооружения. Ну, допустим, они напали на Буйвола, но никак его не свали. Тогда Лев подключается. Или на Жирафа, да, когда-то такое бывает. Или тем более там на молодого слона Лев без Лева никак. Он тяжелое оружие. То есть каждый по-своему. Там очень все функционально и очень индивидуально. И Львы вообще, Львиный Прайд сложно устроен. У меня в руках книга. Нам Иван подарил книгу для нашей библиотечки. Да. Собаки и мы. Записки дрессировщика. Какая собака вам подойдет? Что делать, чтобы предотвратить собачью драку? Что такое агрессия и как ее управлять? Это, кстати, не только собакам подойдет. Спасибо за подарок, Иван. Сейчас мы поговорим о собаках. Я думаю, что слушатели наверняка есть вопросы по выше названным темам. Вы звоните, пишите. 730-101 телефон прямого эфира и плюс 7903-797-6333 смс в прямой эфир бесплатный по цене вашего мобильного оператора. Давайте я напомню иногородним и иностранным слушателям вот этот прямой эфир это плюс 7495 в Москве. Плюс 7495. А дальше действительно 730-101. Сначала отвлеченный вопрос, Иван. У меня есть теория. Ну, известно же, когда говорят, что как же вот собака похожа на своего хозяина или хозяин на свою собаку? Ну, бывает. Да, да. Это, кстати, ваша собака? Моя, да. Ну, смотри, Мария. А? Одно и то же лицо, Иван. Я только знала. И я вот... Знаешь, что мне приятно? У меня очень умная собака. Очень. Ну, какой хак. Если твоя теория верна... А теория вот в чем заключается. То она очень комплиментарна по отношению ко мне. Теория заключается в том, что люди со временем становятся похожи на своих питомцев. Со временем. Это действительно происходит. То есть, сейчас пластические хирурги застрелятся. Они скажут, что вы портите на бизнес. Никто не хочет быть шарпием. Дорогая, вы хотите похудеть, да, немножечко? Ну, что ж, вам вот действительно Колли. Колли. Или вот такую русскую борзую. Вот буквально все нормально произойдет. Просто гуляйте с ней полгодика, еще что-то. Будьте худышка. Там или еще что-то. И это действительно собака будет влиять на эту женщину. Или, например, вы хотите немножечко вот так, ну... Боксер так думал. Покрепче стать, да? Вот немножко пожестче, да. Вот вам, пожалуйста, буля, там кого-то того. Ротвеллер какой-нибудь. Я похудел, когда завел бигля. Я правда, и мне вытянулось как-то. Вот, ты знаешь, я там в посвящении написал, что тебе никогда не пригодится, но коль ты завел бигля, то вполне возможно ты кое-что там прочтешь для себя полезно. Ну, как вам теория о том, что они на нас влияют? Бигль, это же перпетон мобили. Правильно? Да, да, да. Он прям такой. Да, бляк прекрасный. Ну, я похудел, может быть, и потому, что бегаю с ним, а может быть... или за ним по квартире. Теория неплохая. А что, если мы немножечко углубимся, что мы не только внешне похожи на собак, но и перенимаем какие-то их черты? То есть они на нас влияют? Они нас дрессируют? Вот это однозначно совершенно, то, что они нами манипулируют, это великие манипуляторы. И, я не знаю, среди людей, которые занимаются поведением животных, в частности собак, уже общее мнение такое, что они лучше нас понимают, чем мы их, потому что они микросигналы наши какие-то. Ты еще только, извините за сленг, репу чешешь, собираешься ты там, скажем, встать и налить себе чай, он уже ждет тебя, для того, чтобы попутно ты ему дал что-то там. Я думаю, он стаканчик чая поднести хочет. и смотрит, да, ну, чаю сопутствует, какое-то поедание чего-то, как правило, уже внимательный взгляд фиксирует, уже он ждет заранее. И, соответственно, корчит разные выражения лица, что тебе с Биглем, безусловно, знакомо, он заглядывает в глаза, и, в общем, манипулирует. С гулянием, со всеми полежать, где-то вместе, почеснув, все. Собаки, великие манипуляторы, да, они управляют нашим поведением. В целом, да, мы думаем, что мы ими, а на самом деле. Поработили нас. А про кошек что-нибудь скажете? Ну, кошки, кошки, это другое дело, кошки не собаки, конечно. Кошки, они внутри себя, как бы, они не столько управляют, сколько вот так себя ставят в целом, что вот. Подстраиваются под хозяина или нет? Ну, какие-то подстраиваются, какие-то нет. Собаки, конечно, в значительной, в большей степени, более пластичны. И я вот в этой книге не устаю писать и говорить, что все, что делает ваша собака, там, стоит на ушах, грызет, там, хулиганит и так далее, вы ей позволяете, потому что она подстроится под вас, если вы правильно создадите с ней, так сказать, систему правильную, выстроите правильную систему общения. Вернули мнение, Иван, что в какой-то момент собака уже поздно. Вот мы ему три года. Не, не поздно. Я ничего не поздно, не поздно исправить что-то, научить новым командам. Конечно, запросто. Он подстроится, он как только почувствует, что вот так ему лучше, ведь его, собственно говоря, биологическая стратегия, вообще, как вида у собаки, это получать выгоду от сосуществования с человеком. Он, собственно, собака от волка этим отличается. Последнее изыскание генетиков, это страшная наука генетика, страшная, просто понять ее невозможно, пока ты ей не занимаешься. Так вот, ну, им надо как-то, вот если ты не понимаешь, то доверять людям, которые занимаются, потому что они занимаются ей хорошо и тщательно. Вот в последнее время было выяснено, что собака от волка отличается, ну, не больше, чем один подвид волка от другого. Ну, практически. Если чисто математику взять, не сравнивать, там, внешний вид, как такие маленькие собаки, а волки, там, такие большие, и так далее. Ну, практически подвид, да, практически. Вот, ну, кардинальное отличие в том, что вся эволюционная стратегия, вообще, и индивидуальная стратегия собаки, это извлечь пользу из жизни с вами, лично. Любая собака, вот если ты замечаешь, даже дворовая собака тебе заглядывает в глаза, и начинает прощупывать, глядь хвостом, там, как-то, да. Интересно, что когда человек общается с собакой, он перенимает эту черту извлекания пользы из окружающего его пространства? Нет, это у человека другая видовая стратегия совершенно, я думаю, что нет. Здесь собака на нас не влияет? Собака нет, собака, собака влияет на нас для того, чтобы что-то получить, поиметь с нас, и даже самые агрессивные собаки, я об этом пишу в книге, что таким вот парадоксальным образом, это все равно, вот, ну, так вот, просто ей так объяснили, ну, так, что так можно себя вести, она так подстраивается, ей так проще, она так себя ведет, но если... Ну, переобъяснить можно, вот это важно, можно, можно, да, нет таких случаев, как бы, когда невозможно скорректировать поведение собаки, таких случаев нету, просто недостаточно правильно, хорошо с ней занимались. Иван Затевахин у нас в студии, я напомню все ваши вопросы про собак, отправляйте на смс-портал, плюс 7903-7976-333, и после рекламы мы вам предложим такую одну маленькую игру. Да, 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 звоните ваши вопросы о домашних питомцах, у нас более чем компетентный гость, и заодно поговорим о том, разговариваете ли вы, озвучиваете ли вы своих собак. И как интересно, прям вот сделайте это в эфире, 730-101. По-моему, у нас пропаганда собак идет. Узнали голос Олега Даля, это фрагмент, звуковой фрагмент из фильма «Расмус Бродяга», мне кажется, такое кино, которое здорово пересматривать, со своими малышами. Мы продолжаем нашу программу, что-то хорошее у нас в гостях ученый, путешественник, биолог, автор и ведущий программы «Диалоги о животных», многолетний редактор журнала «Друг» и «Мой друг собака» Иван Затевахин. И ваши вопросы... Еще раз здравствуйте. Да, нашему гостю. Иван порой неожиданно отвечает. Я помню эфир, когда Иван разрушил миф о лебединой верности. До сих пор мне жена попрекает. Я делаю вид, что я не слышала этого, Иван. Да, да. Что лебедь не складывает крылья вот так вот и летит вниз, осламя голову там за своей возлюбленной, которой больше нет. Нет, ничего подобного не делал. И дельфины тоже не такие. А вот, кстати, мы в экспедиции РГО были летом на Волге, снимали как раз, еще поснимали лебедей и лишний раз убедились. Убедились, да. Вопросов много. И вот за советами к вам слушатели почитаемых. Но пока вот звонок. Здравствуйте. Добрый вечер, Алло. Алло. Алло, говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире. Алло. Алло. Здрасте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Нелли. Нелли, пожалуйста, чуть поближе к трубке, чтобы мы вас слышали. Мы хотим слышать у вас голос, да. Да, хорошо. Другой дел. Нелли, а собаку вашу как зовут? Валет. Валет. Мальчик, значит, смекнула. Мальчик. А у нее национальность, господи, а порода какая? У него белая швейцарская овчарка. Видишь, и национальность есть тоже в некотором роде. Ну, в общем, да. А чем вы похожи на свою швейцарскую овчарку? Есть какая-то такая черта общая? Ой, вы знаете, на вот эту собаку мне, по моим ощущениям, кажется, что я вообще не похожа. Ну, единственное, что может быть характером каким-нибудь. Но у меня до этого была хаска черно-белая, вот с ней мы были прям идентичны. Ну, у вас же есть... внешний, и по характеру, и манеры она все мои перенимала. Она вот полностью меня копировала. Понятно. А вы озвучиваете свою собаку, своего валета? Ну, я его... не то чтобы... Не, я его не озвучиваю, но я с ним разговариваю. А поговорите, пожалуйста, так, как будто бы мы здесь три валета сидим. Вот, да, мы валеты, а вот вы так. Я вам даже больше хочу сказать, что я сейчас вот еду в машине, и он со мной. Ага. Вот, да, он безумно разговорчивый, наверное, он в меня пошел. Он, когда я там его ругаю, или пытаюсь там ему что-то объяснить, он мне отвечает. То есть он прям мою тенденцию повторяет прям. Ну, говорите, ничего похожего у вас нет. Ничего в общем. Да вы просто две капли похожее. С валетом. Передайте ему привет от радио, например. Валет? Валет? Да. Он почему-то слишком застеснялся. Обычно он со всеми разговаривает. Даже вот проезжающие машины ездят, не дай бог, кто-нибудь досмотрит нашу машину. Все, тут же начинает с ними разговаривать. Вообще на общарку не похоже, если честно. Может быть, у вас какой-то технический вопрос профессиональный к Ивану? Да, у меня есть два вопроса. Ну, первый вопрос он касается образа жизни моей собаки. Дело в том, что так получилось с самого его детства. Он ездил все время со мной. У меня очень такая разъездная работа. Вот. Я архитектор. И я не могла его оставлять дома, потому что он щенок, да, с ним надо гулять, кормить и прочее. Мне его подарили, я не сама его завела. Вот. Поэтому он все время с детства был со мной. Я его достала на свои объекты. Ему это все нравилось. Сейчас, когда он подрос, я его пытаюсь как бы оставлять дома, но он категорически против. Он согласен. Там, когда он был маленький, я его брала с собой, то есть он выходил, да, со мной. То есть сейчас это большой здоровый слон, и все его боятся, поэтому его с собой брать не могу, и приходится его оставлять в машине. Но он категорически не хочет оставаться дома. Понятно. Значит, как приучить собаку к дому? А второй вопрос. Нет, вопрос не как приучить, а насколько ему это плохо, вот то, что он со мной постоянно. И я слышала версию, что лучше пусть собака будет постоянно с хозяином, там вот в таких вот условиях, чем она будет одна дома постоянно. Вот. Спасибо большое, Нелли. Ну, я не знаю, тут от вас все зависит. Если стоять вопрос, можно ли его приучить быть одному дома, ну, но я бы не стал сейчас вам рассказывать по радио, это как бы не очень профессионально, во-первых, не видеть собаки, а во-вторых, это займет какое-то время, да, но так в целом методом последовательного приближения делается. Вот у меня в книге, по-моему, это описано, собаки и мы, записки дрессировщика, вот, а метод последовательного приближения описан точно, совершенно, ничего сложного в этом нет. Однако, у меня предыдущая собака, мой Гера, замечательный Амстаф, он ездил со мной везде, даже на совещании телевизионной, беседовал как-то с Александром Завяновичем Акоповым, ныне, председателем, президентом ТЭФ, между прочим, да, вот, так что, а тогда он был большой начальник на ВГТРК, привет вам, Александр Завянович, если вы меня слышите, спасибо за ваше терпение в тех ситуациях, так что я-то с собой всегда возил, с собой. Ну, нет такого, что вот как раз тот случай, когда Валет поработил Нелли, и действительно делает как ему выгоднее. Нет, почему поработил, но если Нелли это позволила, если бы она не хотела позволять, а так ей был край, она бы не брала, а так не скучно, вот представляю, я почему я брал Геру, ну не скучно с ним, едешь маршрую, не скучно с ним. Иван, вот выходишь ты из дома, и тут он сидит, и ой, тебе жалко, что он один остается, а он тут начинает манипулировать тобой, ну как ребенок практически, ты думаешь, что ж я такая плохая хозяйка, есть возможность, давайте его заберу. Плохая мать. Плохая мать, правильно? Да мне вообще спокойнее, когда собака с нами. А вы говорите, ну да, он манипулирует, но сердце-то болит. Я же не против, я же не против. Как сделать так, чтобы сказать себе, ух, надо провести радость и оставить его. Это надо себе сказать ух. Или жизнь сама скажет в ряде ситуаций, ух, и вам придется что-то делать. Но я бы спокойнее к этому относился. Я не сторонник вот этих немецких учебников разных, или английских. Вот уж, тоже я просто, такие мифы и легенды. Собака не должна входить в дверь первая. Почему? Иначе она считает себя вожаком стаи. Какой вожак стаи? Друзья, она совершенно по-другому строит отношения в семье. Это семейное существо, которое ведет себя как ребенок. Или там нельзя, чтобы собака лежала на диване, она будет над вами доминировать. Здравствуйте, расскажите, да, Алекс, вопрос у меня к тебе. Ты лежишь со своей собакой на диване? На диване, да, на кровати нет. На диване. Доминирует она? Нет, не доминирует. Она даже не думала, у нее цели и задачи другие. Поэтому надо, вот как вам нравится, так и вести себя с собакой. Иван, вот хороший вопрос, продолжая тему лебединой верности, Влад из Финляндии, он прислал сообщение по поводу, а вот собаки, когда мы говорим, тоскуют, ждет хозяин, умирает от тоски, белый бим, хатико, хатико. Да, бывает, да, да, да. Собаки очень привязчивые существа, и главное, они очень любят стабильность. Они такие вот, для них это очень важно, чрезвычайно, чтобы все было как положено. Как всегда. Как всегда. Когда собирает чемодан, это дискомфорт. Да, это страшный дискомфорт для собаки. Действительно. Да, даже игрушки. Вот у меня Горка, он игрушки раскладывает, там, по одному ему ведомому сценарию, там, разные композиции. Вот, ни в коем случае, нельзя с лестницы убрать, он очень нервничает. Надо положить опять на место, где он считает, должна лежать именно эта игрушка. А есть ли какие-то правила? Да, да, извините. Вот, про него еще, ну, забавная черта, да, я вот из экспедиции приехал, разложил шмотки своей, значит, экспедиционной, Горка решил, что вот этот склад, здесь можно раскладывать. Рядом положил свои игрушки. Вещи убрали, он, ну, игрушки, вот, ну, положено, чтоб там лежало. Вот оно там лежало. Вот такой пример стабильности. Это, конечно, трогательно. А есть ли какие-то правила, которые обязательно должны быть между хозяином и собакой? Окей, не доминирует он, ничего это не значит, если он на кровати, все в порядке. А вот какие-то непреложные... Правила, скорее, в воспитании должны быть, да. Ну, есть, ну, вы должны быть последовательным, вы должны собаке объяснять, свои намерения очень четко. Вы должны с ней заниматься постепенно, не забегать вперед, ни в коем случае. Вот. И вы должны заниматься с ней постоянно. Ну, такие правила. Есть еще, там, ряд технических, допустим, правил, да. Надо внимательно смотреть за поведением собаки. Ну, вот основные... По поводу поведения хороший вопрос вынесен на обложку книги Ивана. Напомню, книжка вышла «Собаке и мы. Записки дрессировщика». Что такое агрессия и как ее управлять? Ну, вот... В двух словах. Ну, агрессивная собака, что это такое? Воспитание или это все-таки природа? Ну, в природе... Ведь у агрессии у нее тысячи разных... Оттенков. Оттенков, да. И она вообще по разным поводам включается. Ну, вот внутри видовая агрессия, когда там одна собака на другой, это с одной стороны селекции часто усиленная штука, а с другой стороны это, ну, нормальное абсолютно проявление. Собаки выясняют, кто главнее. Так же, как люди, да. Люди по-разному это делают. Некоторые морду бьют, а некоторые там словесно как-то, да, и создают условия какие-то. Точно так же делают собаки. То есть агрессия, как Конрад Лоренц нас учил, это средство регулирования социальной организации вообще у живых организмов. Вот. И я, в общем-то, не могу это никак не опровергнуть, да, вот, как ни крути. Можно там генетики разные пробовали. Вот. Но на самом деле, если все отбросить, вот, ну, вот и посмотреть, да, вот, да, действительно, это средство. Вот. Поэтому, именно внутри видовая. Поэтому говорить о том, что там, это там какие-то есть особые, там, кровожадные, на запах крови, это все чушь собачья, да, агрессия, это вот всего-навсего. Тогда, когда невозможно, собака не видит возможности урегулировать отношения по-другому. И я в книге-то, кстати говоря, пишу, что, ну, 90% случаев владельцы провоцируют агрессию. Хотят они, не хотят этого делать. Некоторые не хотят, но провоцируют. Просто не умеют себя вести с собакой. Невольно провоцируют. Бывает. Слушал тебя и задумывался об этимологии выражения «чушь собачья». Да. Это к моему детству. Нет, нет, ты говоришь «чушь собачья». Я думаю, откуда это интересно? Почему вот? Вот да, действительно, не знаю. Я знаю этимологию другого интересного английского выражения «собачьи дни». Знаешь, такое в английском есть «dog days». Там, правда, очень любопытно. Вообще, это жара считается. Собачьи дни, когда наступают, это очень жаркое время. Почему? Потому что на небе в самую-самую жару, я не помню, в какое-то время вот было созвездие собаки. Поэтому, когда созвездие собаки, в Англии стоят собачьи дни. А была такая группа, называлась «Tree Nights Dogs». «Три ночных собаки». Они играли такой симфорок. Известная группа в 80-х, в начале 90-х. Почему такое выражение «Три ночных собаки»? Это из Новой Зеландии. Оказывается, аборигены там, бушмены, определяли... Маури. Австралия, Австралия. Определяли... У них же не было градусника Цельсия и Фаренгейта. Холодно, холодная ночь. Ты берешь две собаки с собой. А вот прям совсем холодная ночь, прям холодная, совсем зябкая, три ночных собаки. То есть одной накрываешься. Да, ну вот как они вокруг тебя лежат, вот три ночных собаки, это значит, ну, по-нашему, минус 35. Например, я не знаю. А по-нашему, по-нашему, плюс 28. Ну, наверное. Ну, все равно, может, замерзнут. Иван Затевахин, у нас в студии. Ваши вопросы про собак. Продолжим через несколько минут. Что-то хорошее под серебряным дождем. Что-то лохматое, хвостатое, четвероногое, как пелось в песенке. Очень много профессиональных вопросов, Иван. Вот, кстати, симпатичный электрический ошейник. Вот ваше отношение к этому. Чтобы можно было гулять без поводка, спрашивает нас. Не, ну, вот так вот, чтобы можно было, это я против, чтобы можно было. Потому что это электронный ошейник, радиоэлектронный, это средство дрессировки. Он вполне нормальное средство дрессировки. Ничуть не лучше, не хуже обычного ошейника, поводка, строгого ошейника. Ну, просто такое техническое приспособление. Но им нужно уметь пользоваться, иначе вы затюкаете свою собаку несчастную. Лучше под руководством тренера позаниматься, приучить, сначала обучить собаку, а потом, как правило, опытные мастера, электрический ошейник, он для напоминалки. Если вы помните фильм, о, а я даже не помню его название, где детский фильм, где главный герой был Бульмастив, который убежал от своего полицейского с какими-то там детьми, на нем как раз был этот ошейник. Это я к тому, что часто на полицейских собаках есть эти ошейники, но это дистанционное управление, не более того. Вот, это вовсе не для того, чтобы там дать пендаля мощного собаки где-то, да, и с его помощью что-то объяснить, нет. Это средство определенное, дрессировочное, да, и им нужно уметь пользоваться. Сейчас вот на ходу, опять-таки, не профессионально мне объяснять, как им пользоваться, и я не буду этим заниматься, но в книге, в моей есть, так сказать, описание, как им нужно пользоваться, и чем он отличается от прочих разных. Ничего такого ни чудодейственного, ни наоборот, ужасного в этом шейнике нет. Хороший вопрос. Вот зрелая собака, смена хозяев, переезжают в другой город, не могут взять с собой, ну, там, семейные обстоятельства. Новая семья, как собака выбирает нового хозяина? Ну, это она сама выбирает на самом деле. Вот, ну, разные бывают собаки, они, как правило, могут вписаться, ну, кого-то больше, кого-то меньше, но привыкнуть могут. Главное, с добром к собаке, и она обязательно откликнется на ваше добро. Будет тяжелый период адаптации, безусловно. У кого-то он долгий, у кого-то не очень долгий, но в конце концов собака привыкнет и будет вас любить обязательно, если вы ее будете любить. Здравствуйте. Добрый вечер. Алло. Алло. Алло, день добрый. Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Виталий, собаку у нас зовут Вихрь, назвали мы ее так. Вот, порода она у нас, мы ее называем ласково баламут, потому что мама Алабай, папа Маламут. Это же огромная собака. Наверное, да. Ну да, вот у нее год, сколько, год и три месяца, уже вес у нее 50 килограмм, но очень при этом добрая собака, по крайней мере, говорят, правда, кстати, вот нет, к полутора годам должен поменяться характер, вот мы ждем, но так, очень добрая, мне даже порой кажется, что чересчур добрая, потому что, с кем вот люди приходят, как бы пытаемся все равно ограничивать, да, там люди приходят во двор, закрываем вольер, но все равно, то есть, если как-то там подходят люди, лежат руки, то есть, вот как без агрессии на собаку отучить все вот, от вот этого? Спасибо, спасибо, хороший вопрос. Ох, Иван, всего минуточка. Да, вопрос хороший, но, опять-таки, я вам могу сказать, что некорректно на него отвечать, не видя собаки, я бы, если вы хотите служебную собаку, которая будет охранять двор, лучше завести служебную собаку от гарантированно служебных, служивших предков, которые будут выполнять ту функцию, которую вы от нее ждете, а что касается вот вашего случая, то лучше обратиться к профессиональному тренеру, поблизости которой, и он вам объяснит и покажет, что можно сделать. Ну, вопрос специалистам. Иван, спасибо большое, вот и скоротали мы этот час, очень познавательный, как всегда, много вопросов. Собаки и мы, записки дрессировщика, новая книга Ивана Задивахина, нашего сегодняшнего гостя, хорошего вам встретить Новый год, Год обезьяны. Спасибо, Иван. А об обезьянах хотели поговорить, мы с нами в следующий раз. Да, в следующий раз. Я бы с удовольствием. Давай попрощаемся с Иваном, так как прощаются наши собаки. Ваша Иван как прощается? Моя собака, она заглядывает в глаза и тяжело вздыхает. Моя тоже, она думает, куда что ты пошел? У меня нет собаки, поэтому я скажу, ап! Субтитры создавал DimaTorzok